Привет друзья, с вами Андрей. В предыдущем видео мы говорили о выборе оборудования для начинающих мастеров. Я покажу вам, что бы я приобрел в диапазоне 20 и 50 тысяч рублей. Сайты, которые я буду использовать в видео, я не рекламирую, потому использую 3 самых крупных и авторитетных. Итак, первая сборка для начинающих. Почему я выбрал две индукции? Работать вы будете обычными иглами, что удешевит вам процесс работы. На ранних этапах развития экономия на первом месте, так как клиентов немного и сильно влаживаться вы не в состоянии. Почему же не ротор? Роторы, как я говорил ранее, имеют намного больше частей, которые подвергаются износу. С индукциями в этом плане попроще. Плюс вы не будете менять иглу с контура на закрас. Это неудобно и долго. А если использовать модули, это дорого, как для старта. Потому я выбрал две индукции, как на сборку за 20 тысяч рублей. К машинкам мы сразу берем два держателя из медстали, 32 миллиметра диаметр. Как по мне, под индукцию самый идеальный вариант. Они тяжелые и машинка будет хорошо балансировать в руке. А также тяжелый держатель гасит практически всю вибрацию. А как вы знаете, вибрация это больная точка в этом классе машин. Переходим к блоку, на нем я не советую экономить. Блок это очень важная часть сборки, от него зависит точность и качество работы машины. На примере китайского блока, который через полчаса нагреется и не будет давать нужного напряжения. Машина потеряет скорость и силу удара. Будет глохнуть при входе в кожу. Это очень популярная проблема в начинающих. Ответ прост. Купите хороший блок. В нашей сборке будет билдерский блок. Можно взять блок, как у меня, от украинского билдера за 2700 рублей. Такие блоки за свою стоимость очень хорошо показывают себя в работе. Клипкорд и педаль. Не советую брать очень дорогое, но и очень дешевое также лучше не брать. В дешевых педалях и клипах используют очень плохой провод, что негативно влияет на работу машинки. Он дает большое сопротивление, машина хуже работает и нуждается в повышенных вольтажах, что не очень хорошо влияет на тачку. Потому выбираем педали и клипы среднего ценового диапазона. По пигментам. Советую для начала взять только черный. Производитель может быть разный. Динамик, интензо или краска. Все они хорошо показали себя в тестах. Качественный пигмент это основа хорошего цвета и заживления в работе. Не нужно на нем экономить. Как только к вам будут поступать заказы на цветные работы, вы можете понемногу докупать цвет. Не вижу смысла сразу брать всю палитру. Вот мы и собрали набор за 20000 рублей. Для начинающего это идеальный вариант. Минимальное вложение за очень хорошее качество машин, блока, шнуров и расходников. Это всего лишь пример. Экземпляры могут быть заменены на другие. Этим видео я хочу показать вам, что не нужно брать Китай. Просто немного подсобирайте и купите хорошее оборудование, на котором реально можно научиться работать. Если было полезно, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok